Эксперт назвал основные причины поддержки немцами «Северного потока-2». Радия. Спутник. Эксперт назвал основные причины поддержки немцами «Северного потока-2» 1549. Нордстрим. 2. Аксел Шмидт-дэш. Трубоуклачек. Пионеринг Спирит. У берегов Дании. 12 декабря 2018 года. Нордстрим. 2. Аксел Шмидт. Большинство немцев поддерживают «Северный поток-2», показал опрос. Как отметил в эфире радио Спутник, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, простые европейцы не верят в сказки про российскую энергетическую угрозу. 27 февраля, 14.25 эксперт. Для европейцев крайне важен российский газминистр энергетики РФ Александр Навак заявил, что транзит газа через Украину обходится гораздо дороже, чем на других маршрутах. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Спутник прокомментировал ситуацию. Большинство жителей Германии поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2», пишет. Согласно результатам опроса, такой позиции придерживаются 56% респондентов. Против строительства высказались лишь 16% опрошенных, а 27% воздержались от ответа. Всего в опросе приняли участие и 2058 граждан Германии. В эфире радио Спутник. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал итоги социологического исследования. Опрос показывает, что простые немцы не очень-то восприимчивы ко всем этим сказкам про российскую энергетическую угрозу. Они уже привыкли, что получают довольно много газа из России. Уже 50 лет сначала Советский Союз, а потом РФ поставляет газ в Западную Европу, и ничего страшного за все эти годы не произошло. Наоборот, Россия является базовым поставщиком, и во многом это сдерживает цены на европейском рынке. Поэтому европейцы понимают, чем меньше будет закупка газа у России, тем дороже будет для них и стоимость газа, и стоимость электроэнергии, и стоимость отопления. Ведь альтернатива это более дорогая СПГ и возобновляемые источники энергии, которые тоже приводят к тому, что у бытовых потребителей увеличиваются счеты за электричество и отопление. Дополнительным фактором доверия к Северному потоку-2 является участие в проекте лично бывшего канцелера ФРГ Герхарда Шредера, которого немцы очень любят, сказал Игорь Юшков. Вместе с тем, считает он, есть основная причина, по которой немцы предпочитают поддерживать Северный поток-2. Основной причиной является нестабильность на Украине. Немцы прекрасно понимают, что если по территории страны, где не все в порядке, проходит труба, то лучше получать газ по прямому газопроводу, чем зависеть от страны-транзитера. Именно поэтому немцы выступают за строительство прямых газопроводов из России в Германию. То есть они думают, прежде всего, о себе, отметил Игорь Юшков. 14 февраля, 14.04. Аналитик, очередная палка в колеса Северного потока-2 будет перемолота. Постпред России при ЕС предсказал судьбу Северного потока-2 в связи с поправками к газовой директиве Евросоюза. В эфире радио «Спутник» аналитик Роман Ткачук рассказал, почему принятый вариант изменений несет минимум рисков для российского газового проекта. Строительство газопровода предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция, осталось только Дания. Против Северного потока-2 выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта. Их лидеры уверены, что он политический. Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому. 13 февраля, 12.47 эксперт. В вопросе Северного потока-2 Германия вряд ли даст слабину поправки к газовой директиве. ЕС лишают противников Северного потока-2 возможности отменить проект, пишут СМИ. В эфире радио «Спутник» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал ситуацию.